Ваганьковское кладбище Ваганьковское кладбище Ваганьковское кладбище Ваганьковское кладбище Это один из самых модных ресторанов Поужинав с влиятельными людьми Япончик, разумеется, с охраной Направился к выходу Путь от крыльца до машины Занимал всего 3 секунды Всего несколько шагов Но пройти их Япончику не было суждено Вячеслав Иваньков получил пулю в живот Ни в голову, ни в сердце В определенных кругах Такой выстрел называют Пулей мести Кому-то очень хотелось, чтобы авторитет умирал долго Мучаясь от нестерпимой боли Камера видеонаблюдения Зафиксировала момент покушения Вот Иваньков идет на выход Спереди и сзади Его прикрывают телохранители Выстрел Телохранители тут же втаскивают Раненого Япончика назад И укладывают на кушетку Работники ресторана из пудр Позже сыщики нашли на противоположной стороне шоссе Припаркованную газель Внутри самодельный помост из поддонов от хлеба И лестница, чтобы через люк на крыше Можно было стрелять поверх машины Рядом лежала брошенная СВД Снайперская винтовка Драгунова с глушителем За моей спиной Онкологический центр имени Блохина Один из крупнейших в Москве Но мало кто знает, что на территории центра Находится и частная клиника В распоряжении которой Новейшие медицинские технологии Разумеется, платные И очень дорогие Почти два с половиной месяца Иваньков пролежал в частной больнице При онкоцентре на Кошелке Но, несмотря на все усилия врачей Япончик скончался Версий, за что был расстрелян Япончик Невероятное множество Передел воровского влияния Личная месть Большие долги И даже женщины Но разобраться в этом Без экскурсов в далекие 70-е Не удастся Алкоголик отец Любимая мать Вот и вся семья будущего Авторитета всей Яруси После школы Он делает странный выбор Цирковое училище Судьба сводит его С теми, кто вскоре станет Культовыми цирковыми артистами Именно там он знакомится С великим клоуном Леонидом Янгибаром Говорят, на этих архивных кадрах Среди массовки есть И Вячеслав Иваньков Славик окончил цирковое училище Ему прочили прекрасную карьеру Травма спины убила будущего артиста Но родила короля мафии Свои первые уголовные университеты Вячеслав Иваньков Начинал проходить В знаменитой банде Монгола Начинал будущий король Русской мафии Скромно Подай, принеси Постой на Шухину Он отсидел Это судимость у него была Незначительный срок Он отсидел за карманную кражу И он попадает к Монголу Монгол, это Кальков Значит, это Кто говорит, вор в законе Не был он вором в законе Я вот не помню, что Кальков Был вор в законе Он был бандит Самый достойный Это первый человек Который стал заниматься рэкетом Конец 70-го Рассвет Брежневского застоя Москва готовится к Олимпиаде 80-х Столица СССР Город без преступников А уж тем более воров в законе Здесь и ОПГ нет И щепачей И убийство Доисторическая редкость И только банда странного Робин Гуда Грабит богатин Спекулянтов, цеховиков, валютчиков Но статистику это не портит Пострадавшие стесняются писать заявление Вячеслав Кириллович В форме сотрудника Старшего лейтенанта Ксива у него была Он использовал иногда Это удостоверение Справедливости ради Сам Иваньков в зверствах не участвовал Всего лишь помогал головорезам Проникнуть в квартиру Группировку монгола громят Но Иванькову удается бежать Он был задержан Получил два года Отсидел срок и принялся за старое Но теперь роль шестерки Его не устраивала Будущий король русской мафии Решает заслужить доверие пикан Кавказских воров в законе Япончик чувствует Лавровая масть набирает сил Исторически так сложилось Что воры в законе Всегда в Москве И вообще в Советском Союзе Превалировали именно за кавказцы Это в первую очередь грузины Следующие шли за ними армены Рвение япончика отметили Из шестерки он очень быстро превращается в авторитет Становится координатором бандитских налетов На квартиры москвичей Приезжали грузинские братва И он раздавал им квартиры То есть сегодня вы грабите В Москворецком районе Завтра в Волгоградском и так далее Чтобы не создавать напряг в таком-то одном районе Он регулирует процесс И наконец сбывается заветная мечта Япончика коронует Отныне он вор в законе Поговаривали к коронованию Приложили руку авторитеты Гоголь Ириванский Толя Черкас И другие воры старой формации В конце 70-х Иваньков уже был главарем Собственной группировки Нападали выборочно Последнее не отбирали Предпочитали трясти тех Кто живет на нетрудовые доходы В 81-м году Япончик попал в поле зрения КГБ Его брали со стрельбой и погонями Как в голливудском фильме Сотни томов уголовного дела И первый большой срок Япончика 15 лет колонии Его осудили за разбойное нападение Были ли у Ванькова шансы Ублиться в основном срочно? Никаких Почему? Потому что пацана нарушал Правила содержания В местах лишения свободы Подвергался наказанию Тюремное начальство При помощи прикормленных зэков Решает сломать Япончика Опустить на воровском сленге Насильно сделать пассивным Гомосексуалистом Его Вора в законе Это было неслыхано Япончик испытывал чудовищную боль Еще в молодости Он повредил спину Но нашел способ отомстить Главный обидчик Вскоре был доставлен в медсанчасть С ножницами в спине Иванькову не только Не добавили срок А и вовсе даже Простили новое преступление Почему? У генерала Гурова Есть свой ответ на этот вопрос Жарко натопленная Бревенчатая изба Огромный стол Сидит начальник Сидит Иваньков Вот так вот Значит под себя ноги Коньяк Шикарный французский Икра Семга И наворачивают И играют между собой Деньги Япончик на корню Купил всю верхушку колонии Понятие и титул Самого уважаемого В криминальном мире человека По одной из версий Придумали еще Советские спецслужбы Времен наркома Ижова Чекисты хотели поставить Под контроль Огромную тюремную братья Преступное сообщество Пошло по своему пути Вору в законе Возбранялось многое Нельзя жениться Убивать Нельзя иметь детей Работать И брать в руки оружие Каждый вор должен Обязан Патронировать места Лишения свободы Обязан организовать Воровские сходки Контроль за Примятием И за исполнение Лишения Воровского А вскоре случилась И вовсе Загадочная история Иваньков оказался На свободе Поговаривали За япончика Хлопотали Великий певец Кобзон И великий Автальмолог Федор Помогали и женщины Например Одна телезвезда Он жил На даче Одной из ведущих Спокойной ночи Малышей Ну мы то понимаем Кто это Одна из ведущих Но фамилии Не озвучиваем Мы понимаем Кто из певцов И знаем Кто из певцов Ему прислал Посылки и деньги И кто за него Потом ходил К Ельцину И так далее Борис Ельцин Сыграет в судьбе Япончика Очень большую роль Но об этом позже А пока вернемся К версиям Странного и дерзкого Расстрела Вячеслава Иванькова 2008 год Московская область От берега Пироговского водохранилища Отчалил прогулочный теплоход Такие суда часто арендуют Для корпоративов С музыкой, танцами, едой и выпивкой Но на этот раз Здесь намечался не отдых А рабочее совещание Точнее Крупнейшая воровская сходка Оперативники нагрянули В самый неудобный момент Кое-кто попытался Спастись в воде 37 воров в законе Неплохой улов Правда позже Почти всех задержанных отпустил Предъявить им было нечем А многие оказались И вовсе самозванцы Сейчас нет такого понятия Вор в законе Это что кармани Грузинам Возьмешь Я вор Какой ты вор Если ты ни разу не судил А он уже говорит Он вор закон А между тем Криминальные генералы Собирались по важному поводу Славянские и грузинские группировки Вступили в конфликт В криминальном мире России Есть два крупнейших клана Славянский и кутаистский Славянские группировки Подчинялись Аслану Саяну По кличке Дед Хасан У кутаистских был свой лидер Дэриэл Аниан Когда началась межклановая война Многие считали Именно Япончик Как третейский судья Может прекратить бой Однако Иваньков Открыто встал на сторону Деда Хасана После сходки не пройдет И пары недель Как Япончика Дерзко расстреляют На выходе из ресторана Киллер метил не в голову В криминальном мире Такой заказ считается Местью с уважением А ранение в живот Желанием убить не сразу А устроить верную Но мучительную смерть Но кто рискнул Поднять руку На самого Япончика Первым называлось Только одно имя Дарьел Аниан В Москве Дерзко расстрелян Криминальный король России Вячеслав Иваньков По кличке Япончик Вор в законе умирает Спустя два месяца В секретной клинике Кто поднял руку На самого влиятельного Авторитета Постсоветского пространства Сразу после покушения На Япончика На зону пришла Так называемая Малява За подписью 36 авторитетных воров Те Во всем обвинили Лидера Кутаистского клана Цитата Ставим Кутаистского клана Из колоды Пиковых Так еще называют Грузинских воров Якобы Именно между ним И дедом Хасаном В последние годы Шла борьба за власть А Иваньков Стал просто Жертвой Этого противостояния Вражда Началась Из-за раздела Криминальной империи Другого вора В законе Захара Калашова По кличке Шакро Молодой В 2006 Он был арестован Испанскими властями Общее состояние Шакро Державшего Московские казино И каналы Обналичивания денег Приближалось К одному Миллиарду долларов Примирить воров Могла Та самая Сходка На Пироговском Водохранилище Но это лишь Верхушка Айсберга Кстати Почему Иванькова Прозвали Япончиком Этому есть Логичное объяснение С воровской точки зрения Когда-то в Одессе Был знаменитый налетчик Мишка Япончик Храбрый и отчаянный Он окружил себя Романтическим ореолом Ну и возможно За характерный Разрез глаз Посмотрите На некоторых фотографиях Он действительно Слегка напоминает японцев Впрочем У Иванькова Были и другие клички Ассирийский зять Из-за жениха На Ассирийке Дед Видимо из уважения К возрасту И даже Гудбай Америка Видимо За особую Любовь к штатам Восьмидесятые годы Иваньков проводят В тюрьме Он лихой сиделец Пятьдесят восемь раз Нарушал режим Тридцать пять раз Попадал в карцер На два месяца Переводился В тюремную камеру Дважды осуждался За нанесение Телесных повреждений Товарищам по несчастью И несмотря на все это Япончик подает На условно-досрочное Освобождение И ему не откат Поверьте мне Что при той системе Которая была В те годы Все-таки я ее Хорошо знал И контактировал С руководством Верховного суда СССР И Российской Федерации Но это было просто Невозможно То есть Никакие взятки Тогда не срабатывали Рассказывают Что за Иванькова Ходатайствовали Правозащитник Сергей Ковалев Певец Иосиф Кобзон Я не могу сказать Что я дружил с Иваньковым Мне приписывают Дружбу с Иваньковым С которым я Познакомился В Америке А вот известный Офтальмолог Святослав Федоров Никогда не скрывал Теплых отношений С Япончиком Что их связывало Врача С мировым именем И криминального авторитета С мировым именем По одной из версий И подробно Святослав Федоров Как и Япончик Питал слабость скачком Просителям удалось Невероятно В 91 году Япончик выходит На свободу Вопреки всем Правилам Отбывания наказания И начинает собираться В дальний путь В США По некоторым данным Во время пребывания В местах Не столь отдаленных Вячеслава Иванькова Завербовала КГБ Я считаю Что в данном случае Это была операция По внедрению Наших преступных авторитетов В лагерь потенциального противника Для дестабилизации Там обстановки Путем совершения преступления Ну может быть идея была И интересная Я считаю Что она вполне Допустима У адвоката Крутера Своя версия Япончика выпустили Специально Чтобы противостоять Этническим группировкам Набиравшим сил Святослав Федоров Сказал Ельцину Был разговор Ходатайство За Иванькова Есть человек Который может Что-то немножко Здесь помочь Остановить А вот еще одна И наверное Самая правдивая версия Почему освобождение Прошло так гладко По свидетельству Старых оперативников Которые сажали Иванькова Его вытащили Из тюрьмы Большие деньги Владельцев Чаробанка И ходатайство Известных деятелей Культуры Но это По словам Муровцев Была Вовсе Не благотворительность Владельцев Чаробанка Кинули партнера И скрылись в Америку Покарать должников Мог только Иваньков Эти кадры Уникальны Праздничное застолье По случаю Освобождения Иванькова После тюрьмы Япончик Худой Бледный За каждый день Нашей жизни Япончик в окружении Самых верных Соратников И друзей Давайте еще горяченького Дам вам Немного Мало едить Ваши тоже Так мало ел Самое главное Там сейчас Ничем Не занимаюсь Но Вячеслав Кириллович Как раз таки Собирался Заниматься Именно всяким После освобождения Из российской тюрьмы У Иванькова На руках Была стандартная Зэковская справка Но он Умудрился по ней Получить загранпаспорт Как это ему удалось До сих пор загадка Документ Оформили не где-нибудь А в консульском управлении МИДа Причем через фирму Организованную Комитетскими Оставниками Что это? Длинные руки Спецслужб Давших Негласное добро На выезд Криминального Авторитета Или все решили Деньги Позже в США При обыске У Иванькова Сотрудники ФБР Нашли пачку Поддельных паспортов Разных стран мира По особенностям Исполнения Они очень похожи На спецкомплект Агентов КГБ СССР Именно с таким Комплектом Был пойман И советский шпион В Израиле Шабтай Калманович Их судьбы Несколько раз Переплетались А смерти И вовсе Стоят рядышком Между гибелью Япончика И Калмановича Всего две недели И вряд ли это Обыкновенное совпадение Скорее Рок Спортивный центр Города Видное Вряд ли когда-либо Видел разом Столько знаменитостей Как на этой панихине Иосиф Кобзон И Владимир Винокур Не сдерживали слез Мимо гроба Шли кумиры Самых разных поколений Герои поп-сцен Крутой Бастов Буэнов Лещин Режиссер Говорухин Геннадий Хазанов Приехала И сама Примадонна С Максимом Галкиным Было очевидно Кумиры хоронят Очень близкого друга Чтобы понять Насколько близкого Достаточно послушать Кто и что О нем говорит Ну я много Чего с ним не успел Я не успел С ним дообщаться Я не успел С ним доотдыхать Я не успел С ним До воспитать Детей Я просто не успел С ним додружить Шабтай Каким же богом К столь звездной Компании Причастен Япончик Сейчас мало Кто помнит Прежде чем Стать продюсером Калманович Успел Поработать Шпионом Да-да Шпионом Именно тогда Они и встретились И Ваньков И Калманович Шабтай Калманович Родился в Каунасе В 71 году Уехал в Израиль Поговаривали Торговал Алмазами и оружием В 87 Израильский суд Признал его Агентом КГБ И приговорил К 9 годам Лишения свободы За шпионаж В пользу СССР Зато в криминальном мире О его отношениях С Япончиком До сих пор Говорят Крайне осторожно Почему? С разницей в две недели В Москве Расстреливают вора В законе Япончика И знаменитого бизнесмена Бывшего шпиона Шабтая Калманович Что связывало Этих людей? Почему США Ненавидела обоих? И при чем здесь Рулетка? 92 год Даже имея загранпаспорт Попасть в Америку Невероятно сложно А уж только Отсидевшему Япончику И вовсе путь закрыт Но вот на одной Из встреч с друзьями Была придумана Уникальная комбинация Из Соединенных Штатов В Москву Прибыл по делам Бизнесмен Леонард Лев Известный в узких кругах Как Леня Усатый В Москве Леня Усатый Организовал кинокомпанию Для съемок фильма О нелегкой жизни Иванькова При фонде Ролана Быкова Директором киногруппы Назначил Самого Япончика Иваньков Иваньков даже получил Суточные 300 долларов Затем сел в самолет И отбыл назад Гинокомпания Вскоре Объявила О банкротстве В Америке Япончиков Фиктивно Женили На аккомпаниаторе Вилли Токарева Ирине Алла Говорят За липовый брак Она получила 10 тысяч долларов Вскоре Слава Япончике Третьейском Судье Воровского мира Разнеслась По Брайтон-Бич Например Однажды У певца Вилли Токарева В Америке Возникли проблемы Какие-то люди На ломаном английском Начали вымогать У него деньги Я сказал Я только буду звонить Сейчас Славе Скажу сейчас И все С этого момента Больше не звонили Ну я благодарен За это Написал ему песни И я горжусь За Славу Иванькова У другого известного Певца Славы Медяника Был в Америке Свой ресторан Однажды Некий уголовник Устроил в заведении Стрельбу Хорошо Что там Швейцар Увидел эту ситуацию Сбил ему руку Медяник выздоровел И однажды Не поверил Своим глазам В ресторан Снова пришел Тот самый стрелок Встал на колени Меня прислал Вячеслав Кирилл Если ты считаешь Что я настолько Виноват перед тобой Стреляй Я пришел На стрелку Вот она Сила Воровского слова А эта композиция Еще не звучала На ранее Как объявили бы В прежние времена Песня Истину Музыка Вячеслава Медяника Слова Япончика Истина Что есть она И как понять Что истина Что ложно И сколько их Или она одна Каким критерием Определить невозможно Да Да Иваньков Иваньков Писал стихи И порой Весьма неплохие Он был на днях Рождения Где И на праздниках И на всяких Торжествах Где были члены Правительства Где были Большие бизнесмены Где куча артистов Япончик был Очень общественный Человек Он должен вам сказать Но вернемся К шпионскому следу Где провел Вячеслав Иваньков В девяностые годы Все знают В американской тюрьме Его назвали Королем Русской мафии Но тюремные стены Авторитету не помеха По шести Мобильным телефонам Япончик общался Только подумай С представителями Криминального мира Из четырнадцати Государств Он как сказали бы сейчас Разруливал вопросы По даням И оброкам По разборкам И примирениям По разделу Америки Между русской И итальянской Мафией Американские Полицейские Были в шоке Но действовали Решительно С ФБР Шутки оказались Плохи Засекли звонок Иванькова Должникам Чарабанка Япончик Не угрожал Убийствами Говорил вежливо Но суд Счел это Вымогательство И король Русской мафии Получил Десять лет Тюрьмы Американское Правосудие Назначило За Япончика Смехотворный Залог 40 тысяч Долларов Воровские Лидеры В кратчайшие Сроки Собрали 3 миллиона Долларов Доказать Что деньги Легальные Они так и не смогли Толстые пачки Купюр Полученные За вымогательство Бои убийства Американские Империалисты Брать Отказались Адвокат Александр Добровинский Познакомился с Иваньковым В американской тюрьме Однажды Под Новый год Он посещал клиента В общем зале А там Сам Япончик Ребята Я слышал Что вы говорите По русски Давайте Как-то Символически Поднимем Вот эти чашки Кофе За За нашу родину Вернувшись на родину Добровинский В течение года Собирал ходатайство В пользу Япончика В этот раз Список подписантов Завора в законе Был и вовсе Убийственным Солженицын Или на то время Министр Министр Внутренних дел Израиля Щеранский За хлопоты Добровинский Получил неожиданный Податок Приглашение На памятную Новогоднюю вечеринку В России И вдруг Дело приближалось Где-то К 12 часам Ночи И Встал Дед Хасан Поднял бокал И сказал Что я хочу Выпить За Нашего Очень близкого друга За Славу Иванькова Который сидит На поганой Крытой Американской зоне И это было Еще не все Звонок И этот звонок Вывели через усилители На весь ресторан Иваньков Поименно Благодарил Всех присутствующих В зале Могущественный За пару сотен Проведут В буквальном смысле Начинают склоняться К версии Эти смерти Звенья Одной Цепью Около Четырех часов дня От сталинской высотки На баррикадную Отъезжает Мерседес Пассажир Бизнесмен Продюсер Меценат И бывший Разведчик Шабтай Калманович На Смоленской набережной С Перседесом Поравнялась Неприметная Легкоушка В салоне Наемные убийцы У каждого в руках Пистолет-пулемет Марки Борс Раздаются очереди Человек с удивительной биографией Обладающий огромными связями В шоу-бизнесе Получает 18 пуль За что? Водитель тяжело ранен Двумя шельными пулем Перебита ключица Простреляна легкая Но Петр Туманов Решает догнать преступников И взять их на таран Мы тут ехали Ну со скоростью Наверное С 120-140 Маневрировали Между потоком Машины Затем Мерседес Вылетел с проезжей части И пробил Картер Об бордюр По инерции Машина прокатилась Еще пару десятков Метров по скверу Петру еще хватило сил Вызвать по телефону Скорую И даже остановить Проезжавший Мимо реанимобиль Любопытная деталь В полукилометре отсюда ОВД Хамовники То есть Заказное убийство И погоня Произошли буквально В центре столицы Состояние было Шоковое Труп шефа Который Пять минут назад Был еще живой В салоне автомобиля Оперативники Якобы нашли Полтора миллиона долларов Удивительно Преступники Не тронули Целое состояние Кому Вез такие деньги Шабтай Калманович А что насчет связи Калмановича с Япончиком? Никакого отношения К Иванькову Он не имел Никакого отношения Абсолютно Это я точно знаю Однако Абсолютно точно Они были знакомы Может и не дружили Но имели немало Общих приятелей Хотя бы тот же Атари Квандришвили Но самое главное По одной из версий Убийство Калмановича И Иванькова Стали следствием Одной и той же Тайной войны Войны за казино С 2006 года Игорный бизнес России Повис на волоске А как известно Именно он Приносил большую часть Дохода В воровскую общаку Криминальным миром Были приняты Беспрецедентные меры Для того чтобы Отсрочить принятие Закона О закрытии казино Посредник между властью И бандитами Нашелся Им стал бывший Советский шпион В Израиле Шабтай Калманович Таким организатором Сбора средств С каждого стола Или с каждого казино Был Вячеслав Кириллович Иваньков Который собрал Колоссальную сумму И которую передал Шабтай Калманович Разрешение На незакрытие Казино Было продлено На год Ровно через год Ситуация повторилась И король воров Снова призвал На помощь Шабтая Всемогущего На следующий год Встал вопрос О закрытии Снова И снова Была собрана Сумма Только по-моему В два или три раза Больше Чем предыдущий год Лицензия На казино По всей стране Была продлена В июле 2009 Казино Официально Прекратили существовать Несмотря на то Что очередная Порция денег Была собрана Если Моя догадка Верна То Шабтай Эту сумму Погатать Нет Репутация И жизнь Шабтая Оказались Под угрозой Денег Насколько я понимаю Не вернули После этого Не стало Иванькова И очень скоро Не стало Шабтай Легенда Воровского мира Япончик И бывший Советский шпион Калманович Унесли в могилы Тайны Большой Рулеточной Войны Кто стоял За этими Двумя Расстрелами И за что Совсем Недавно Убили Деда Хасана Возможно Так хотели Пресечь Утечку Информации О колоссальных Деньгах Вокруг которых Всегда Льется Кровь Дело Япончика Так и не раскрыто По крайней мере Правоохранительными органами А вот в том Что криминальные Авторитеты Отомстили За могущественного Япончика У меня нет Никаких сомнений Но это частная версия Придет время И я смогу Ее аргументировать Но так или иначе В жизненной истории Город Саконе Вячеслава Иванькова Поставлена точка Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова